Я Калашников Евгений Рыгович, был рожден 16 марта 2000 года, проживал в Донецкой области, город Новозовск. Соответственно, был насильно мобилизован в ряды так званых ДНР. Для себя никогда не понимал и не видел, за что мне воевать, за какого-то сумасшедшего деда с его империалистическими фашистскими идеями, завоевать весь мир, восстановить Советский Союз 2.0, который лично мне не нужен. Я хочу жить в цивилизованном, нормальном мире, а этот русский мир с запахом и ностальгией о былом, о прошлом, в принципе о фашине, мне он не нужен. И, соответственно, я как только попал на передовую, как только меня отправили на убой, я незамедлительно сдался в плен войскам Украины, в СССР. Соответственно, как я это сделал, хочу обратиться всем тем, кто придерживается точно такого же мнения, как и я. Я за день до наступления, мы должны были выкопать блиндажи, и, соответственно, прилетали украинские БПЛА, как только разведывали территорию, начинал работать миномет. И, соответственно, все, кто были со мной, и командир, и другие солдаты, они все прятали по блиндажам. Я этим решил воспользоваться, у меня была белая футболка, я ее достал, и как только, получается, прилетел беспилотник, начал работать миномет, все попрятались. Я в этот момент убежал с позиции, перебежал поле, вышел в лесополосу, и уже начал там искать позиции в СССР. Соответственно, оружие я бросил, лучше всего его оставить там же, либо, если вы берете с собой, то вы его несете на вытекной руке. Ну, самое главное, чтобы оружие не было направлено в сторону войск Украины. Идете, громко говорите, я сдаюсь, как только видите позицию в СССР, идете медленно, руки подняты. Не обязательно, чтобы у вас была в руках какая-то именно белая тряпка, можно что-то просто яркое, чтобы можно было понять, что вот вы идете, вас идентифицировать, скажем так. Вот, соответственно, таким образом я издался, ко мне относились очень хорошо, никто меня не избивал. То есть, если вы добровольно сдаетесь, то, как бы, Украина к вам относится максимально лояльно, и всячески будет вам как-то помогать в этом плане. Особенно, если вы действительно не совершили никаких преступлений. В этом случае вы можете восстановить свое гражданство и дальше жить как и в Украине, так и в других цивилизованных странах. Соответственно, для всех тех, кто придерживается такого же мнения, настоятельно рекомендую поступить ровно таким же образом, как и я, если вы оказались в точно такой же ситуации. Продолжение следует...